привет друзья значит сегодня очередное видео из серии очень милые ручки значит пилим пилим модель кайлан by by модельку нас сейчас поймаем или 04 так вот или 04 значит нож и уже был на обзоре это нож стаса значит после он мне дал его набрала на обзор мне понравился этот китаец маленький китайский ножичек и я в общем думал себе либо купить но мы куплю тоже попилю его вот и стас мне я вам сказал он горит забирай мой в общем то я свой попилил и в общем интереса больше у него меня к нему нету вот и он отдал мне просто свой и я его допилил то есть перепилил под себя значит у него были вот такие накладки это у нас дерево дерево достаточно симпатичная вот такое вот зелененькое такое дерево вот чем мне не нравилось дерево здесь лак но здесь на дереве присутствуют дефекты вот это раз и во вторых вот эту желтую вот этот такой тоже браку мне тоже не нравится и плюс мне просто хотелось чего-то попилить ха-ха-ха так значит у меня есть вот такая вот g10 это green apple наверное называется очень приятная вообще уже 10 у качественной же 10 у нее всегда такая текстурка проступает она очень приятная и вообще поработав с другими материалами самодельным композитом я пришел к мнению что стеклотекстолит он самый удобный материал самый красивый удобный материал все ты конечно тоже очень красивый но он удобен всем в обработке и в подгонке он много прощает у него очень цеплючий хорошая прям в общем отличный материал на мой взгляд это лучший материал для ножей вот значит здесь я сделал где-то 80 шкурку я ее это кстати тоже очень приятно то что g10 не надо полировать как сетек то есть заморачиваться с полировкой достаточно пройтись восьмидесяткой и все и даже стеклотекстолита а точнее g10 что грядное тоже ему даже вредно то что полировка потому что он становится скользким 80 шкуркой в самый раз после этого проходим маслом и получается еще раз повторить показываю приятная текстурка красивая очень цеплючие и очень приятно значит вот ну собственно говорит давайте пройдусь просто по нему по размеру подгонка ничего интересного собственно говоря ничего необычного все раз есть немножко лишнего я оставил может я сниму потом и здесь я немного не попал ну как же без это вот видите немножко не попал на руке это особо незаметно вот значит можно было оттянуть лайнер я не стал этого дела тут запас еще навалом а вот значит нож был флиппером флиппером и имел также шпенек значит флип у него был не никудышный но выкинуть можно с доводом руки но не очень удобно это раз во вторых самая главная проблема вот этого плавника в этом именно вот в этой модели для меня это то что вот этот плавник он то есть вот смите я в руке уберу вот таким вот образом видите то есть вот этот палец у меня находится как раз на месте плавника мне очень удобно его брать вот так и управлять вот поэтому то есть он мне вырезался в палец попадал и было и крайне неудобно плюс неудобный был рез вот поэтому плавник я срезал аккуратненько диском черкнул чик готова лепестковая насадка скотч брайт самый мафайны все видите как будто так и было всю операцию заняла там я не знаю 15 минут вот значит нож остался так можно сказать что такой же флиппер его может также выстрелить за шпенек механика достаточно немного тугая но это обусловлено тем что достаточно на мод на этой модели стоят маленькие шайбы маленькие шайбы вот видите какие маленькие шайбочки вот так же стопор внутри находится и больше шайбы поставить нельзя потому что тогда не будет ездить стопор ну собственно говоря что так что так тут одно и то же видно вот стопор значит внутри тут ездит боночка на который ставлю вставлена в лезвие а точнее нет бонка вставлена в лайнера в лезвие фрезерованы полукруглые отверстия вот и таким образом блокируется вот поэтому ставить больше шайбы нельзя повторяюсь из-за этого из-за того что шайбы маленькие это не люфт это вот именно шат такой получается к сожалению я подтянул насколько возможно чтобы можно было отстреливать потому что дальше получается более жест вот можно ослабить и будет чуть побольше люфт и он будет вообще летать вот здесь у нас всего как полагается все осталось в том виде в котором и было несмотря на то что я не сделал вот эту вот фрезеровку под лайнер которая шла на оригинальных накладках несмотря на это все ровненько и все равно механика достаточно плавная вот открывать это тоже полный вообще такой нож без претензий в общем даже немного чем-то похож на широго русские модели а вот мне кажется но может быть не только мне стасу это тоже показалось точнее это показалось стасу я с ним согласился вот что чем-то да напоминает вот в руке очень удобен удобный маленький ножичек без претензий мне кажется что получилось неплохо если кто-то думал таким образом допилить этот ножчик вот смотрите что можно получить вот надеюсь было интересно вот такой вот симпатичный зелененький малыш получился значит я уверен что кто-то скажет что оригинальные накладки симпатичней ну это ваше право мне вполне нравится то что получилось плюс они стали более чистную цеплючий вот он такой стал более хай-тековский надеюсь было интересно